Христос воскрес! Я вас всех поздравляю с этим чудесным светлым днём Пасхи и желаю, конечно же, чтобы был мир на земле, был мир в ваших сердцах, в душе, и чтобы все желания самые добрые, самые заветные ваши сбылись. Это уже закончилась служба полностью, и практически все люди разошлись. Я даже не представляю, сколько корзин с яйцами, с пасхами было, потому что причастие длилось, наверное, раза в четыре дольше, чем обычно. Меня удивила бычья один. Оказывается, вы можете подойти к любой корзинке и взять пасхальное яйцо без спроса. Вместо него положить своё, а можете и не ложить в церкви, где я раньше служила. Мы тоже обменивались пасхальными яйцами, но никто не подходил и не брал без спроса, а здесь вот так. И в конце службы, когда вы подходите к батюшке, он каждому дарит по два яйца пасхальных. И вы, наверное, заметили, что очень редко, где есть пасхальные куличи, потому что черногорцы куличей не пекут, они только красят яйца. Вот так, такие обычаи здесь. Юля, я живу в Черногории, в городе Бар, и решила рассказать вам последние новости. В Тивоте запретили гулять в купальниках штраф до 1000 евро. Новые изменения предусматривают, что в общественных местах Тивота запрещено передвигаться и находиться в купальниках, а также без части одежды в пешеходных зонах, в городских парках, скверах и в центре города. Этот запрет не распространяется на места для купания. Спасибо большое! За нарушение правил штраф от 20 до 1000 евро. Также введен запрет на движение электросамокатов и других подобных транспортных средств во всех пешеходных зонах. Велосипедистов обязали передвигаться исключительно по велосипедным дорожкам и полосам, где они есть. А в местах, где таких дорожек и полос нет, велосипедисты должны соблюдать закон о безопасности дорожного движения. Нарушителям грозит штраф от 20 до 500 евро. 1-2 мая вы знаете, что у нас был выходной официальный. 3-4 там уже в принципе кто-то взял себе выходной, кто-то решил уже работать. А 5-6-7 выходной для православных христиан. Если, например, мусульманы или католики, они могут спокойно выходить на работу. Но 1-е и 2-е это официальный праздник, когда все должны быть закрыты. Но кто-то решил в этот праздник подзаработать. 1 мая рыночная инспекция закрыла 9 объектов на побережье Черногории. 5 в Будве и 4 в Баре. Было вынесено 15 постановлений о правонарушениях на сумму 8100 евро. Я не думаю, что ребята столько заработали. А в Подгорице инспекция по труду закрыла 9 объектов, обнаружила 10 нарушений и вынесла постановление о правонарушениях на сумму 5600 евро. Также было подано 4 заявления о возбуждении дел о правонарушениях, где штрафы будут больше. Штрафы для компаний, которые работали во время праздников, составляют 1200 евро. А для работодателей, которые приняли решение работать во время праздников, штраф от 2200 евро до максимум 20000 евро. А в Тивати лучший спортсмен мира, первая ракетка мира и вообще отличный парень. Новак Джокович играет с детворой в теннис. Покажу вам, что на днях происходило в Адобаяне. Вообще очень круто сделали заезд на джессках. Это просто супер. Я думаю, это как бы открытие сезона. До дождя температура морской воды в Ульцине и на Адобаяне была уже 19 градусов. В Бааре, Петроваце, Будве, Которе, Тивати, Горецакнове 18 градусов. Да, и тут на тебе, пожалуйста, дожди. Немножко похолодало у нас, так что весна такая еще капризная. Сама лично видела огромный костер, который разложили во дворе. Но, естественно, он был не один такой. Разведения открытого огня запрещены законом. Пожары накануне 1 мая в этом году начались раньше, чем обычно. Уже во второй половине дня вторника густой черный дым варил из нескольких мест пригорода. Согласно постановлению муниципалитета, штраф за это правонарушение составляет 50 евро. А согласно закону об общественной деятельности, он составляет от 150 до 1500 евро. Я вам уже говорила, что в бар приезжал огромный круизный лайнер американский. И в Которе тоже уже начался сезон. Три круизных лайнера приехало, например, в один день. Чтобы вы понимали, на одном из них 2074, на втором 655 и на третьем 568. Понимаете, в Которе, там малюсенько-малюсенько в этом городочке вывалилось столько сразу людей. Да. Ну, конечно, они кто поехал и в Будву, не только в Которе. Это же на целый день можно объехать, в принципе, всю Черногорию. Кстати, вы знаете, есть у нас такой полуостровочек в свете Стефан, где отдыхают самые богатые люди мира сего. Он очень красивый. С одной стороны, есть пляжка, где могут посещать все люди. С другой, только те люди, которые живут на свете Стефана, то есть отдыхают. И недавно там заметили жалющее медузу. Медуза Пелагея или, как еще называют, лиловая жала опасна для человека. После соприкосновения с ее щупальцами появляется ожог, похожий на крапивный. А при сильном поражении остаются даже шрамы. Может светиться ночью в момент столкновения с какими-либо предметами. Поэтому, если вы с кем-то столкнулись и оно засветилось, просто ноги в руки улепетуйте с морем. С 1 мая открывается канатная дорога Котор-Ловчин. И до 26 мая все, кто приедут сюда, смогут путешествовать по сниженным ценам. В прошлом году ребята ездили, сказали, что понравилось. Очень видно красиво Которский залив. Есть ресторан с завышенными ценами. Есть кафешка, где можно попить чай, кофе. Есть центр, где можно взять велосипеды на прокат. На горе Ловчин есть самый большой и наиболее важный монумент национального парка. Мавзолей Петра II Петровича Негоша. Добраться туда машиной очень-очень тяжело. Возможно ли, доехав до последней станции канатной дороги, добраться пешком? Не могу сказать. Нет знакомых, которые так бы сделали. Есть, как я уже заметила, возможность взять велосипеды на прокат. И я думаю, таким образом все-таки туда доехать. Скажите, пожалуйста, кто так уже делал? Самое интересное, что по канатной дороге нельзя ехать с животными и велосипедами. Детскую коляску можно. А почему с велосипедом и нельзя? Потому что наверху есть велосипеды на прокат. Как вы не догадались? На Барском пляже замечен дельфин. Задолго до этого был замечен и в Которе. Я вам советую близко к дельфинам не приближаться. Вы знаете, да, почему? Если кто-то не знает, то они, так же, как и люди, кексом занимаются для наслаждения. И поэтому они могут, если красивая девушка, в принципе, даже утопить ее. Но они не будут собираться топить. Они будут собираться что-то другое сделать. Поэтому, пожалуйста, видите дельфина? Можете пофотографировать, но приближаться к нему вплать не надо. На днях которские спасатели 5 часов искали потерявшуюся американку на холме Мрац. Девушка сошла с тропы и заблудилась. 27 апреля в 16.20 в службу защиты и спасения поступил звонок из полицейского участка Котора о том, что в районе холма Мрац пропал один человек и необходима спасательная операция. После определения места расположения были направлены 8 пожарных с техникой, сообщили службе охраны и спасения Котора. Девушку нашли. Служба спасения просит внимательно относиться к обозначенным тропам. Вы меня иногда спрашиваете о зарплате в Черногории. По данным Монстат, средняя зарплата без налогов и взноса в марте в Черногории составила 825 евро. И была на 0,5% выше, чем в феврале. Несколько дней в Будве проходил международный фестиваль, который собрал 60 коллективов. Это был очень красивый фестиваль. Покажу немножко видео. Я узнала, к сожалению, поздно. Возможно, я, может быть, и поехала бы поснимала. Но я думаю, это не первый и не последний раз. Поэтому следите. И обязательно в такой момент, я думаю, будет классно посетить Будву. Хотя мне кажется, что достопримечательности в этот момент вы вряд ли хорошо увидите. Потому что улицы будут переполнены. Но зато попадайте в сказку. Юля еще не была, но думаю, что так и есть. Большое спасибо хочу сказать телекрам-каналам «Новости Черногории» и «Дед Палакон-наблюдакам», откуда я и взяла всю эту информацию, чтобы рассказать вам. Христос воскрес, воистину воскрес. Я всех вас поздравляю с этим чудесным праздником Пасхи. И желаю, чтобы Иисус Христос всегда был в вашем сердце. Пресвятая Богородица покрывалась своим аммофором. Ангел храничен всегда был возле вас. И вы всегда находились в церкви. И молились, и благодарили Бога за то, что Он для нас сделал. А Он сделал многое в воскресе. Воистину воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok